Не знаю, для кого и для чего я это пишу, ведь произошёл конец света, и все и так знают, что именно я хочу рассказать. Однако мне всё равно хочется с кем-то поделиться. Итак, всё началось с лёгких подземных толчков, но никто не обратил на них внимания, особенно на сейсмически активных территориях. Люди думали, что это обычные землетрясения, о них упоминали в новостях, но всего несколько человек обеспокоились по-настоящему, мои родители были в их числе. Кстати, мне на тот момент было 12, но обо всём по порядку. Всего за год толчки стали гораздо сильнее и начали происходить чаще. В некоторых районах они переросли в полноценные землетрясения, причинив огромный ущерб городам и деревням. Что ещё хуже, стали просыпаться ранее дремавшие вулканы. Весь мир начал бить тревогу. Учёные много говорили об изменениях климата и влиянии человечества на Землю, но было понятно, что никто точно не знал, что происходит. Всё становилось только хуже. Каждый месяц количество землетрясений и извержений вулканов возрастало. Сначала сообщалось об одном природном катаклизме в месяц, но уже через два года за тот же период происходило как минимум четыре бедствия в разных уголках мира. Даже некогда спокойные территории пострадали от землетрясений и вызванных ими цунами. Люди пытались адаптироваться к новым условиям, но всё происходило слишком быстро, и мы просто не успевали реагировать. Всё, что нам оставалось делать – это всегда быть готовыми покинуть свои дома и бежать. Мы перестали строить большие и прочные многоквартирные дома и сделали выбор в пользу лёгких построек, напечатанных на 3D-принтере. Да, их было просто разрушить, но и легко сконструировать. Предметы роскоши быстро теряли свою ценность, а вот мобильная техника и всевозможные приспособления для выживания стали на вес золота. Люди начали по-настоящему ценить то, что у них было. Соседи помогали друг другу, и целые города объединяли свои усилия, чтобы собраться вместе и как можно скорее подготовиться к худшему. Однако худшее наступило раньше, чем мы ожидали. Однажды всю планету сотрясло мощное землетрясение. Мы думали, что это конец, потому что Земля продолжала трястись вплоть до следующего дня. А потом пришли новости с Атлантического побережья. Произошёл сильный отлив, в результате которого обнажились огромные полосы песка и кораллов. Исследовательские группы отправились выяснить, что же вызвало такой катаклизм, и обнаружили невероятное. Посреди Атлантики кружил огромный водоворот, размер которого в сотни раз превышал размер самой большой воронки в мире. Воду из океана затягивало в гигантский водосток, как будто кто-то выдернул на дне пробку. В каком-то смысле именно так и произошло. Тектонические плиты под Атлантикой разошлись, образовав в дне океана огромную трещину. Кипящая магма вырвалась наружу, но её тут же потушила вода, которая сразу устремилась в бездну. Всё произошло так быстро, что общий уровень воды упал в течение всего нескольких часов. Происшествие назвали Великим Атлантическим разломом. Но это было только начало. С ростом количества землетрясений и извержений вулканов, направление и характер ветров во всём мире изменились, что привело к массовым ураганам. Казалось, вся планета восстала против своих обитателей. Но, как я уже говорил, мои родители были единственными, кому было не всё равно и кто хотел докопаться до истины. Они работали геологами в Международном космическом агентстве, которое продолжало функционировать даже несмотря на все катаклизмы. И именно они пришли к печальному заключению. По какой-то неизвестной причине Земля начала увеличиваться в размерах. Это многое объясняло. Всё более частые землетрясения были вызваны движением тектонических плит. Горячая магма пробивала земную кору и вырывалась наружу через жерл вулканов. Также это означало, что нас ждут события куда более катастрофические, чем Великий Атлантический разлом. Ещё через год мы переехали в агентство вместе с семьями других сотрудников и научных работников. Здания были сконструированы таким образом, чтобы выдерживать почти любые нагрузки. Мы были надёжно защищены от ужасов, происходящих снаружи. Мы приютили столько людей, сколько смогли. Но, конечно, далеко не всех. Миллионы оказались лицом к лицу с бедствием, и нам только оставалось надеяться, что все они были в безопасности. По подсчётам учёных, к тому времени планета уже выросла в полтора раза. И, судя по всему, скорость, с которой она увеличивалась, росла. На второй год нашей жизни в бункере Земля снова выросла вдвое. В разных частях света возникли трещины ещё больше, чем в Атлантике. Все ушли жить под землю, где пока ещё было относительно безопасно. Связь между континентами была почти потеряна. И всю информацию о ситуации на поверхности мы узнавали благодаря экспедициям учёных. Планета была разрушена землетрясениями, извержениями вулканов, цунами и ураганами, которые происходили почти ежедневно. Жить на поверхности было невозможно. Именно тогда команда исследователей и инженеров представила решение, над которым она работала в течение последних пяти лет. Проект назвали «Ковчег». Несколько групп людей договорились построить огромные космические корабли, чтобы в случае полного разрушения Земли эвакуировать человечество вместе с выжившими животными, рыбами и насекомыми. Время, которого они так боялись, наконец пришло. Всех, кто находился в здании агентства, включая меня и моих родителей, отвели в огромный зал, где стоял один из «Ковчегов». Остальные люди с континента, которым удалось до нас добраться, тоже были там. Нам выдали удостоверение личности, и мы поднялись на борт. Каждому человеку была выделена отдельная капсула, в которую он должен был впасть в спячку на всё время космического путешествия. Нам сказали, что мы – колонисты и пионеры в освоении космоса. Оказалось, «Ковчег» отправлялся на Марс. Вот так я и оказался здесь, откуда пишу вам. Мы благополучно поднялись на борт «Ковчега» и уснули в своих капсулах. Когда я проснулся, мы уже были на месте. Не буду утомлять вас подробностями об устройстве нашего нового дома и скажу только, что сначала мы носили специальные костюмы с кислородными баллонами, но вскоре был построен купол с искусственной атмосферой. Мы начали облагораживать территорию, пригодную как для нас, так и для животных, которых мы привезли с собой. С тех пор прошло уже 10 лет. Красная планета, которую уже, кстати, сложно назвать «красной», стала нам вторым домом. Вокруг раскинулись густые леса и большие города. На Марсе спокойно, здесь нет ни землетрясений, ни ураганов. Жизнь тут довольно размеренная. Хотя, надо сказать, сделать предстоит ещё очень много. Всё это время мы с тревогой наблюдали, как увеличивается наша родная планета. Поначалу её едва было видно в ночном небе, но со временем Земля стала настолько большой, что её можно было разглядеть даже невооружённым глазом. Сегодня на нашем небе она уже достигла размеров Луны. И видна даже при дневном свете. Солнце отсюда кажется гораздо меньше, чем Земли, так что можно сказать, что наша родная планета теперь больше, чем её звезда. В телескоп можно разглядеть её поверхность, покрытую расселенными и трещинами, которые в десятки раз крупнее большого каньона. На Земле больше нет ни морей, ни океанов, а континенты находятся далеко-далеко друг от друга. Некогда зелёно-голубой гостеприимный мир превратился в бесплодную пустошь, покрытую огнём и серой. Когда планета была меньше, она могла купаться в лучах света и тепла, получая энергию от Солнца. Теперь, когда Земля стала в сто раз больше, звезда выжигает её поверхность и остатки атмосферы. Но это ещё не всё. С ростом планеты увеличилась и сила гравитации. Так что в итоге Земля столкнулась с Луной, буквально поглотив её. Венеру тоже начала притягивать, и есть вероятность, что и они вскоре столкнутся. Сама Земля стала постепенно притягиваться к Солнцу. Учёные уверены, что однажды она поглотит Венеру и Меркурий, а потом полностью сгорит в жаре Солнца. Надеюсь, мне не доведётся всего этого увидеть.